Самый большой фан-клуб в мире, ты блядь, да по***ть на него, блядь, пусть он научится открывать в первую очередь своё сердце людям, а потом мы посмотрим. У меня берёшь, идёшь на концерт Димаша, мне пишут, что я странный, Зай, иди к чёрту, правда, иди от меня подальше отсюда. Это Рустам Солнцев, известный, так скажем, в узких кругах блогер, скандальный участник шоу, опять-таки, скандального Дома-2, и просто человек, который постоянно, как сказать, обозревает разных артистов, высказывается в их адрес и даже даёт какие-то советы. Непонятно, с чего он это делает, но он это делает. Честно говоря, до того, как вчера мне не скинули его высказывания в адрес Димаша, я о нём даже не знал. Думаю, как и вы. И меня очень задели его слова, скажу честно. Давайте сначала я вам покажу данного персонажа и то, что он сказал о Димаше, а потом продолжим. Пожалуйста. Ты реально странный. У Димаша самый большой фан-клуб в мире. Да, в***ь. Я была на его концерте, он всё поёт вживую. Зай, ну если ты вот поёшь, пишешь мне, что я странный, хотя перед тобой самый нормальный человек, б***ь, которого ты знаешь в жизни, и пишешь мне, что я странный, а ты, будучи на концерте Димаша, не странная, что ты туда вообще попёрлась? Ну серьёзно, Зай, тебе, правда, в этой жизни нигде не делать? Он что, б***ь, известен своими хитами, б***ь, бесконечными? Ну, ну правда, ты в своём уме берёшь, идёшь на концерт Димаша, мне пишут, что я странный? Зай, иди к чёрту, правда. Иди от меня подальше отсюда. Это я так шучу, конечно, оставайся, Зай. Ну реально, кто из нас странный? Котик, ну правда, не неси, б***ь, пожалуйста. Самый большой фан-клуб в мире, ты, б***ь, из таких, как ты? Ну серьёзно, Зай, ты вот веришь в это? Учитывая то, что сейчас они все на фейках сидят, на фейковых, сука, лайках, фейковых просмотрах, б***ь. У него, наверное, там ещё в Ютьюбе миллион, миллиард б***ь просмотров, да? Да, б***ь, на него, б***ь. Пусть он научится открывать, в первую очередь, своё сердце людям. А потом мы посмотрим. То есть, вот так он отреагировал на то, что кто-то ему написал о том, что у Димаша большой фан-клуб. Я, честно говоря, не совсем понял, почему данного персонажа задели данные слова конкретные, так как у Димаша действительно огромное количество слушателей по всему миру. То есть, видно невооружённым взглядом, что Рустам относится к Димашу очень болезненно, и данный артист его, ну, очень задевает. Скорее всего, это банальная зависть. Зависть непопулярного человека к популярному. Наверное, так. Как ещё объяснить это, я не знаю. Да, судя по тому, что Рустам Солнцев ведёт стримы, на которых собирается несколько тысяч его подписчиков, о нём правда знают определённые люди, да, и немало людей. Но, конечно же, это несравнимо с количеством подписчиков и поклонников Димаша. Да и вообще, я не совсем понимаю, почему данный персонаж взял на себя роль главного критика всех артистов, с чего он вообще взял, что имеет право поливать грязью вообще кого-либо, да, тем более Димаша. Да, похоже, у нас появился второй Панасенков. Надеюсь, что вы смотрели наш ролик о нём. Если нет, то обязательно гляньте. И, кстати, это не единственный раз, когда данный персонаж что-то высказывается в адрес Димаша. Что я думаю о Димаше? Холодный, мёртвый персонаж совершенно, поющий под бесконечную фонограмму. Ни одного жилого звука, мёртвое выжженное поле. Вот что этот ваш Димаш. Понты, поза. Ну, Казах, Казах, ребята, вы когда-нибудь были в Казахстане? А я был. Понты и поза. Люди, люди понтуются, мужики до сих пор понтуются друг перед другом, любые. Толстый Казах, это значит важный Казах. Тут, конечно, он ещё не толстый, но всё ещё впереди. Ну, а так выжженное поле, ничего совершенно, ни уму, ни сердцу. Ни уму, ни сердцу. Вот это Димаш. Сейчас вообще артистов, которые поют и для ума, и для сердца, их практически нет. То есть, этот персонаж говорит нам о том, что Димаш поёт исключительно под фонограмму. Хотя на моём канале есть целая рубрика, где Димаш исполняет свои песни акапелла и совершенно невероятно, как вы знаете, как он это умеет делать и делает постоянно. То есть, человек специально врёт своему зрителю, но я не могу понять, почему и для чего он это делает. Он называет его холодным и пустым. Боже, как можно так говорить о человеке, который проживает каждую строчку, каждое слово, исполненное им в композиции. Тут мне кажется понятно всё без слов, но мало того, что он говорит плохие слова в адрес всемирно признанного артиста, так он ещё и решил задеть целую нацию. Он говорит о казахах, причём очень нелицеприятные слова. И честно говоря, я искренне считаю, что данный человек просто обязан извиниться как минимум перед теми людьми, о которых он говорил в своих видео. Это неправильно и некрасиво. Как Николай Максимович Цискаридзовит рассказывает, что некоторым не очень талантливым балетным артистам в Большом театре подносят огромное количество покупных подставных букетов. И есть у меня такое ощущение, ребята, что Димашу просто... Ну, просто вау, зрители, что откуда взялось-то? Объясните мне, пожалуйста. Ребята, тут перед ним выступает, условно говоря, действительно любимая Лолита. Уходит с какими-то куцами-гвоздиками, знаете, вяленькими, на Титанике и попить. А этот, ну, завалили букет, ребята, как могилу ковпака просто, понимаете? Что такое? Вы в это верите? Что-то мне мой жизненный опыт подсказывает, что меня тут пытаются шваброй. Не поддавайтесь. Я, конечно, не хочу никого обидеть своими словами, но... Кто такой этот Рустам Солнцев? Кто ты такой, чтобы позволять себе говорить подобное не только о великом артисте, которого признал давно уже весь мир, но и о целом народе, который ничего тебе плохого-то и не сделал? Какое ты имеешь на это право? Обязательно, друзья, вот обязательно напишите свое мнение в комментариях. Обязательно посмотрите наши предыдущие ролики из рубрики «Что звезды думают о Димаше?» И не забудьте подписаться на наш канал, как на YouTube, так и в Яндекс.Сцене. Спасибо вам огромное, что были сегодня со мной. Еще раз извиняюсь за то, что в данном ролике был 70% негатива. Но, понимаете, ведь есть как положительные мнения, так и отрицательные. Не могут быть только положительные мнения. Не может быть только хорошее. Есть и плохое. Добро и зло. Поэтому я не мог. Если бы я обошел это мнение и не рассказал вам о нем, то это было бы некорректно с моей стороны, неправильно. И у вас могло бы сложиться такое мнение, что я специально пропускаю плохие мнения и оставляю только хорошее, да, чтобы показать Димаше только мнение о нем только в хорошем цвете. Нет, я человек честный, хочу быть честным по отношению к вам, как к моему зрителю. Поэтому я говорю вам все. Все, что вижу, все, что слышу. Ну вот как оно есть, так оно есть. Извините, если что, спасибо вам, что вы подписываетесь на нас. Все, до встречи в новом выпуске. До свидания. До свидания.